Если говорить о той ситуации, которая вот сейчас происходит, очень тяжело. Скажу честно, первых две недели была страшная паника. Когда эти все вопросы стали подниматься наверх, что делать, куда идти дальше, оставаться ли тут. То есть ты вновь переживаешь все эти чувства, которые были тогда, и тяжело и больно, если говорить о том, что ты чувствуешь сейчас. У вас память, и это одни из таких дорогих вещей, которые нужно было и хотелось взять с тобой. А вот мы все вместе. Танюшка, я, мама и бабушка. Было страшно, то есть это все отслеживалось, но не хотелось применять на себя. Ты думал, что, возможно, это тебя не коснется. То есть на тот момент мы не планировали никуда уезжать. И с большой болью ты смотришь, заходят войска, люди прячутся, нету света, перебои с продуктами, танки заезжают. Потом я попала под обстрел, разорвалась снаряд, и мне очень повезло, что я оказалась за дверью. Я вышла, и красные осколки горячие лежат, я не понимаю, что происходит. Через пять минут прибежал муж и сказал, что мы выезжаем. Мы выезжали буквально на… мы планировали, что это будет два-три дня, то есть мы не думали о том, что мы навсегда выезжаем. Страшно опять переживать то, что переживали. Тяжело эти переезды, все новые места. Иной раз проснешься и не поймешь, в какой квартире проснулся. Я там родилась, всю жизнь прожила. Там родные умерли, моих родителей. Мне и сейчас тяжело. Хочется домой. Да, не было две недели, а Милой было четыре года, когда мы выехали из Донецка. Но сейчас она уже этого всего не помнит. Она просто… они очень переживают, что они не могут посетить свою бабушку и дедушку. Это родители моего мужа, которые остались там и живут там до сих пор. Вот, к сожалению, не видели уже два года, не видят бабушка с дедушкой, не видят своих внуков. Да. Да.